Вторая партия у нас с Евгением Новиковым. Сыграю против него что-нибудь интересное сейчас. Например, Будапештский гамбит. Конь g4. Посмотрим, как отреагирует. Слон c5. И конь идет на c6. Забрал. Ну, вполне нормальная реакция. За белых не обращать на эту пешку e5. Немание не цепляться за нее. А развивать фигуры. То есть, объективно говоря, черный здесь отстает в развитии. И ничего хорошего у меня нет. Единственный плюс в том, что я сбил пешку d4. И какого-то пешечного перевеса в центре нет. У белых. Вот за счет этого я могу что-то придумать. Китаться. h6. Хочу слон f5 и где-то спрятать слона. Если получится. Так, теперь c6, наверное. И еще слон f5 закину. Может быть, c6. Зря не знаю. Но такого коня на d5 терпеть вообще не хочется. Может быть, еще слон b8 удаст тут что-то придумать. Поближе к полю h2. Где-то g5, d5. Вскрою. Хотя тут получу просто конь h5. И до свидания. f6 тоже ослабление полей. Но стратегически плохо стою. Что тут говорить. Но кроме f6 не вижу. Иначе сейчас c5 начнется. Придется ослабляться. Добровольно. Посмотрим, как Евгений воспользуется этой слабостью моей. Так, пора, наверное, удалять этого коня с f4 на зойливого. Так, где-то хочет, наверное, уже жертвы какие-то провести. d5, не d5. В общем, нужно мне это вскрыть. Или уплотниться. А как тут уплотняться? Просто переиграют тогда меня. Так, нужно что-то попытаться придумать. Пока что сюда возьму. Разок. Ну и теперь d5. Ладно, не хочу сидеть, просто мучиться в этой позиции. Труба на доске. Пытаюсь где-то динамику найти. Так, ну вот, нашли динамику тут, только в мою сторону. Просто без качества. Если не без ладьи. Так, сюда. Так, и тут мне прижали тоже. Сейчас e4, наверное, просто калечит. Ну или так. Ну да, если ничего не остается, как просто сдаться. Так. Продолжение следует...